В Рождественском при церкви была школа, церковь была до 37-го года. Один из селян по навету на попа, кто молились из-за того, что поп был грубоватый с учениками, иногда за трещину давал, иногда линейкой, а сынок пожаловался отцу. И тот написал, что он проводит антисоветскую пропаганду, попа забрали и, наверное, расстреляли. Вот. Расстреляли была вот Елизавета Инокиня, тоже в это же время забранная. А в селе Рождественском была церковь, да, и при церкви была школа? Да. А до скольки там учились, до какого класса? С первого по четвертый. А в каком это году? А? В каком году была? Ну, я не знаю, с какого года. Отец у меня учился в ней. Он, в общем-то, с 18-го записан, с 19-го года. Они учились. И я учился в этой школе. Закончил. После нас другую школу поставили. А в селе Рождественском было всего семьи? Три семьи, да? Которые ходили в эту церковь? Церковь, да. Посещали три семьи только, которые новообрачество приняли. Малина похоронена там. А уже ихний сын и дочь, она девица Катерина, уже на могилах на общих похоронены. Василия Филипповича Катерина Филиппина. А вот Филиппа-то и жена его похоронены около церкви. А сейчас ничего там нет? А сейчас даже не знаю. На бугре, где сейчас построены дома, были там бугорки и могилки. Троновские там хоронили. Стронова приносили и хоронили. А теперь там дома на этих местах построены. И тут тоже, где церковь была, дом Андронович один построил. Но она церковь была сзади. А потом дом сгорел. Уже тут, где церковь, типа баня что ли, что-то работа ли у них была поставлена. А что про скиты, помните, рассказывали что-нибудь про скиты, которые вот в Комарово там находились? Ну, в Комарово скит женский отцом был, Келли-то. И там обучались. Вот Анна Лазаревна там обучалась. Две зимы ходила. Авдея Савельевич, мать-то. Она по ее словам, это она говорила. И там многие эти, эти Елфимовские, Васильевские, тоже обучались. И не только, а вообще по всей округе, вот с Бавушкиной стороны, Комисины, вот они, якобы даже Верещагины были раньше-то, а потом приняли фамилию Комисины. И Комисины в Ключах жили и в Рождественском. С Бавушкиной стороны по отцу. А когда последний жительский так был? В сороковые годы? А вот в тридцать седьмой год, наверное, эти были больше. Все, что это. Осталось. Да, и Шарпан разорен был, да, в эти, уже годы перед войной. И эти-то тоже, вот. Ну, я застал, вот, Пелагея была у Ивана Фанасьевича Пачуева. Это тещи, родственница. Одна из монашек доживала у них здесь, на улице Мира. Я вот куда, где в гости ходил, она там была. Жила в одной отдельной комнате. Там, это так, да. А на крестные ходы ходили в Шарпан, вот с этих деревень соседей? На Шарпан ходить-ходили, там, это-то, мы тут тогда еще хорошо сохранялись пруды, красивые ездили ловить. Вот. А потом, значит, решили тут, или колхозы провели, что-то, якобы почистить этот пруд. Это чуть не испортили. А другие, колодец был там для питьевой воды, и другой еще, там, этот, еще тоже сруб был, где вода была. Он для чего был, я не знаю, но я уже строение как-то, я уже не помню. А еще был, этот, ниже пруд, там уже лен мочили. Мочало. А потом мочало, стали мочить даже. Ну, там, по этой долине, вот она идет, вот Шарпан в сторону львовских могил, и в эту белую санахту впадает, эта долина. По ней ключей полно очень. А другое, этот, Шарпан-то на горе стоит, другая, где-то метров пятьсот ниже долина, плотная, и переходит, крутой враг называется в Рождественском-то. Эта долина сходится в черную санахту. Как бы водораздел тут. А почему черную санахту? А? Почему черную? А вода, самая темная всегда, там, ольхи много, ямы больше, это, это, самое, вот так глубокие были. Очень. Вот я помню, что воронки крутили, боялись туда, даже взрослые, 30-летние мужики, туда боялись, самая, если к воду закручивала. Вот. А нас-то уж как, эти, молочню, там мелкая речка, и то только под присмотром купались, а там, опять же, все затянуло, все замыло, и все. Были мута очень большие. А вы с Абдейом Савельевичем когда познакомились? Ну, так-то я его узнал, встречал, этот, ну, как себя, как себя я помню. Вот. Поэтому, этот, у него, вот, кроме Иоанна Старший, еще и Лорион брат, и Мария, сестра. Ладно, спасибо.